Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уникальный день, можно сказать, мистический. Итак, сегодня, во-первых, продолжается счет сферы Омера. Сегодня Неца Гвуры, вот за этими сложными словами, можно сказать, перевести на простой язык, это день управления энергией. Мы, точнее, наша душа обладает огромной энергией. Вот ее и надо сдерживать, эмоции, там, такие всякие, знаете. Есть такой термин «разбиение сосудов», которое применяется в Кабале. Это значит, ситуация, когда сосуд не вмещает то, что в него пытаются вложить. Такими сосудами является наше тело. Наша жизненная сила имеет определенные границы. Поэтому надо быть очень осторожным со своими эмоциями, со своими внутренними силами. Особенно сейчас. Сдержанность и терпение должны быть вот, как бы, нашим компасом на эти дни. Сдержанность и терпение. Вот короткую историю. Рэбе позвал своих с хасидов и говорит, смотрите, вот зимой, когда было холодно, у нас закончились дрова, я послал вас мертвое дерево срубить. Вы принесли дрова, вот. А сейчас я вижу, что и вы все, что из срубленного пенька пробиваются побеги. Я был уверен, сказал Рэбе, что это дерево мертвое. И вы тоже. Тогда было холодно. От мороза ветки его потрескались, ломались и падали на землю. Как будто у него и в корнях не было и капли с жизнью. Теперь я вижу, и вы тоже, что жизнь теплилась в этом стволе. И вот побеги. И вот запомните этот урок. Никогда не рубите дерево зимой. Никогда не принимайте решений в неподходящее время. И не принимай ни в коем случае никаких решений, когда находишься в плохом состоянии духа. Когда душа расшатана. Жди. Будь терпелив. Плохие времена пройдут. Помни, что весна всегда возвратится. Вот главные вещи, которые мы должны понимать. Теперь перейдем к недельной главе. На этой недельной главе наш духовный компас, это глава Ахареймот. Ахареймот уникальная глава. Ее читают дважды. Один раз сейчас. Второй раз в самый святой день года в Йом-Кипур. Говорили мудрецы, что на этой неделе нам дарована энергия Йом-Кипура, обладающая непревзойденной способностью помочь нам объединиться с Творцом и освободиться от всех препятствий на пути к духовному развитию. Был такой Раби Пинкус, он говорил, что материал, с которым мы работаем в течение года, это время. Интереснейший материал, лучший. Одно и те же вещи в разное время могут быть ценными, совершенно ненужными. Да, мы какими угодно. Классический пример, ну, Витрок. За день до Суккота, он строит больших денег, а через день его никто не купит. Или молитвы Йом-Кипура, они самые важные. Но есть молитвы, которые мы произносим только в этот день, и ни в какой другой это невозможно. Так вот, сегодняшний день повторяет энергию Йом-Кипура, когда нам все прощается. На этой неделе, точно так же, как самый грозный день года, все негативные действия нам отпускаются. Мы можем получить прощение в сегодняшний день за все. Полное очищение. Да, это такой день, такая неделя, простите. Только если мы хотим этого, или хотя бы движемся в правильном направлении, мы получили жизненный, необходимый, важнейший подарок. Именно на этой неделе. Вот эту силу, сказали мудрецы, что нам дана сила Ахарей Мот, чтобы мы могли посадить лучшие семена в этот день, в эту неделю. И просоздать себе оптимальный год. То есть, Бог как бы подарил бы нам еще одну энергию, которую, казалось бы, мы все уже использовали. Сказано, что сейчас очень важно подкармливать оптимизм. Отдавайте мечтам как минимум 15 минут в день. Сказал один из самых великих мудрецов. Если вы придумаете сотню вещей, как минимум две или три из них воплотятся в жизнь. Поэтому продолжайте мечтать. И не беспокойтесь о том, сбудутся ли ваши мечты. Сначала дайте им шанс. Прохава от слоха всего самого лучшего.